ЛЮБОПЫТНАЯ ЕВА Знают ли они, что такое контрацепция? Хорошо это или плохо? Интересно? Поехали! Как делают птичье молоко? Кровь его. Символ России? Герб. Имя Гитлера? Адольф. Кого будешь поздравлять на 14 февраля? Человека. Ну хорошо, что они животные, уже успокоил меня. Так, что такое контрацепция? Умное слово. Занесут ли 2020 год в учебники истории? Биологию точно, да. Что ты мог исправить, но так и не исправил? Свою физику. Как заполучить у других то, чего ты сильно хочешь? Взять и потом отдать. Ты счастливый человек? Да. Потому что я всегда радуюсь, и у меня стало меньше моментов, когда мне грустно. Книга законов Казахстана. Что такое хорошо, что такое плохо, мне коски. Ягода от всех болезней? Пусть будет арбуз. Какой снег нельзя кушать? Да любой. Кто никогда не станет бедным? Сунь дюпатата, не знаю. Как дать понять человеку, что ты больше не хочешь с ним общаться? Дальше выслушивать его молча. Из чьего молока делают птичье молоко? Из королевого. Имя Гитлера? Адольф. Контрацепция – это хорошо или плохо? Наверное, если бы контрацепция, не было бы Гитлера. Ты вообще знаешь, что такое контрацепция? Я понимаю, что это предохранение. Да. Ну вот если бы было, наверное, контрацепция, не было бы Гитлера. Это, наверное, хорошо. Понятно. Занесут ли 2020 год в учебники по истории? Да, очевидно. Что ты мог исправить, но так и не исправил? Число своего рождения. Как заполучить у других то, чего ты сильно хочешь? Украсть. Все понятно. Ты счастливый человек? Смотря в какой сфере. Ну нет, по-разному, ладно, смешанно. Книга законов Казахстана. Наверное, так, книга, наш конституционный кодекс. Ягода от всех болезней. Малина. Какой снег нельзя кушать? Ну, снег можно кушать, в принципе. Если так, в охоточку. Кто никогда не станет бедным? Так, бедным не станет тот, у кого, я считаю, ну даже бедность это не в материальном плане, а если у тебя уже в духовный какой-то мир и есть интерес вообще к жизни, то ты уже как бы и не станешь бедным. Как дать понять человеку, что вы не хотите с ним общаться? Так, ну это смотря, если уж прям совсем конкретно, то так и сказать, что нас с тобой ничего уже не связывает. Из чьего молока делают птичье молоко? Ну, как бы название птичье молоко, а все-таки в составе коровье. Символ России? Символ России? В смысле, какой-то культурный символ или какой? Что у вас ассоциируется с Россией? Ну, может это банально прозвучит матрешка, медведь. Имя Гитлера? Адольф. Контрацепция – это хорошо или плохо? Это нужно. Занесут ли 2020 год в учебники по истории? Ну, может в медицинском университете могут и занести, конечно. Что вы могли исправить, но так и не исправили? Что я бы могла исправить, но так и не исправила? Наверное, прошлое свое. Вы счастливый человек? Да. Почему? Потому что я счастлива жить здесь и сейчас. Как звали кота в Простоквашино? Не помню. Как в пандемии лучше отмечать Новый год? Дома. Какую собаку называют убийцей? Мурзик. Верите в предсказания Ванги? Частично. Хотели бы окунуться в атмосферу Гарри Поттера? Да. Загадывайте желание, когда выпадает первый снег? Нет. Ночь – идеальное время для? Сна. Музыка девяностых – это? Класс. Язык любви? Любовь. Для чего нужны дети? Чтоб убирались. Мэма так же считает. Пальто или пуховик? Пуховик. Что вас бесит в современной молодежи? Телефоны. Наша судьба расписана до смерти или же мы сами строим свою судьбу? Я думаю, мы сами строим свою судьбу. Ваша самая бесполезная покупка? Брелок. Ну что ж, сегодня мы поняли то, что в школах очень не хватает такого урока, где бы объясняли, как себя зачастить от ненужных бактерий. Но я думаю, это скоро и справится. Ну а с вами была Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Всем пока, всем удачи! Любопытная Ева